Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает и де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Гамличанина, который убил приятеля ударом в лицо, приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также он должен выплатить родному брату потерпевшего 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, инцидент произошел 14 сентября прошлого года в областном центре. 42-летний хозяин дома по улице Циолковского, ранее судимый за совершение хулиганства и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, пригласил в гости приятеля, 39-летнего гамличанина. После совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Хозяин дома ударил гостя кулаком в лицо. Тот упал и больше не поднимался. В ходе разбирательства выяснилось, что гостю были нанесены множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От травм мужчина умер на месте происшествия. В Лоевском районе произошло лобовое столкновение. 28-летняя девушка-водитель Форда Мондео при осуществлении обгона попутно двигавшегося грузовика выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Ауди А4, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения обе машины отправились в Кювет. В результате ДТП девушку с травмами госпитализировали. Проехал более 100 километров и совершил серию краж из автомобилей. Оперативники задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района, который похищал запчасти и машин. При обыске его дома обнаружили часть украденного. Как пояснил мужчина, он приехал в Чечерск провести обмен транспортом с местным жителем. Когда сделка не состоялась, он решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь. Ночью вскрывал замки водительских дверей и похищал аккумуляторы. Магнитолы, карты памяти, динамики, инструменты из багажников. Возбуждено уголовное дело. На пожаре в городе Василевич Речевского района работники МЧС спасли хозяина квартиры. Когда спасатели прибыли на место, балкон на втором этаже горел открытым пламенем. При проведении разведки на кровати был обнаружен и спасен хозяин квартиры. Его госпитализировали. В результате пожара повреждено имущество и балконная рама. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Гомельская пограничная группа информирует о проведении стрельб. 24 и с 27 по 31 января с 10 до 18 на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242 будут проводить боевые стрельбы и стрелкового оружия. Во избежание несчастных случаев не следует приближаться к стрельбищу, которое находится в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Также запрещено заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гомоля. Благодарю за внимание. До свидания.